народ к нам в кои веки приехал олег скопкарев у олега интересная история он свое время свалил с города как и мы и на все свои крутые заработки на различных темах забил и в результате отправился даже не в деревню а просто в чисто полюшка на краю деревни взял 5 гектар земли насколько я понимаю и вот на 5 гектарах земли уже сколько лет это было назад четыре года назад вот за четыре года он развил свою какую-то тему сельское хозяйство своего и вот привез нам разные разные свои продукты я решил что это нельзя просто так упускать этот момент и нужно порассказывать про эти все продукты вот про все эти сыры сало и так далее так далее это сметана я так понимаю или тоже сыр обалдеть а точно не я говорю кроме молока молоко то у нас козье свое есть а вот все остальное и сейчас мы его будем пытать что есть что 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 куда что как есть и так далее так далее в общем слюни сейчас будем пускать ален давай тоже записываю это все стоп все поехали давай рассказывать его не не варили не вареный не творог а просто кваша просто откинутая и замороженная когда размораживается получается такая нежная консистенция похоже на сырки но естественно там без сахара безо всего потом добавить можно сам что угодно и кушать но уже будет такой вот как сырок похоже на что все дети же не любят калки сухие комочки а он про песня называется так вот это вот сыр замороженный который имеет очень хорошее свойство при замораживании не там не изменяться ничего не портится не теряться поэтому его ценители берут килограммами замораживают в морозильник и вот эта лепешечка маленькая она палочка выручалочка гости приехали размораживается там 15 минут палец толщиной вот так порезали на сковородочку выкинули перевернули приехали дети грушу поджарить можно вместе с ним объедение взрослые пожарили помидорки отдельно лучок перемешали и он очень сытный вот эта лепешка это три человека полноценно позавтракать как минимум а если женщины то все 5 наедятся игры хранится на сковородку не масло ничего не добавлять просто горячая сковородка масло свое выбежит то есть у него достаточно как бы масло вкусного и хорошего так вот это сыр это наши ноу-хау ни в одном учебнике не нигде не устанавливали не его не делают но пользуется очень бешеной популярностью у людей называется сыр чешуйчатый то есть это получился один раз брак мы его хотели выбросить пришли гости весь слупили сказали следующий раз будете выбрасывать к нам потом мы долго не могли освоить технологию не мог понять как этот брат получить еще но потом надыбали технологию все то есть это отлично плавится то есть пиццу посыпали сверху не надо не резать измельчать суп варите там пюре тоже салат надо в салат посыпали то есть очень удобно очень экономично и очень вкусно кто-то говорит да мне это все нафиг я и так съем ся с щепоткой просто его он такой подсоленный как бы солененький поэтому улетает на ура и очень удобно и как бы в хозяйстве так вот это красивый сыр оторвалась пимпочка вот так висел он зреет висит вот на веревочке в холодильнике или в подвале вот эту в принципе головку можно в мешочек повесить она будет еще месяц висеть в подвале или в холодильнике то есть можно не трогать пока если допустим ну переживаете что многовато не съедите ну можно положить но лучше подвесить из под мандарин из почти кисеточки бывают просто в сеточку ее на веревочку и в холодильник снизу прям вот эта сетчатая же полки есть в холодильнике просто подвесить он мешаться не будет и будет висеть и он провисит там сколько угодно это итальянский кочаковала из вытяжных сыров вкусный в принципе хороший сыр такой достаточно нежный и в то же время плотный так вот это вот шарики это моцарелла это свет свежая моцарелла из крови молока ее в идеале порезали шарик помидорку порезали на каждую помидорку пластиночку сыра мягонький такой свежего долго не хранится его желательно употребить поэтому очень быстро употребите потому что так вот это сыр это сыр название у него свое потому что сказали надо не копировать иностранцев а свои продукты делать называется горный то есть это выдержка больше полугода молоко летние то есть сразу видно по цвету отличие от зимнего молока то есть она вот зимнее летнее молоко упаковка натуральный воск на подвоз плесень попала немножко вот этого он хуже не стал то есть он съедобный нормально у него очень такой вкус то есть это уже гурмане то есть по чуть-чуть небром аромат набирает за это время в этого даже больше полугода это начало как бы лето самое самое первое самое ценное молоко которое пошло на траве то есть это она значит вот это вот сыр и кучка сыров это качото называем итальянский домашний здесь вот это безо всего просто он самый обычный это самый привычный для нас который как бы привыкли потому что вот российский называю совсем грубо говоря да так вот эти вот качото это качото у нас знаменитая короче приезжали французы мы сделали с арахисом и и она вылежалась долго плесень появилась твердая стала и мы попробовали как-то так ну специфический вкус вроде вкусно но много не съешь приехали в гости французы семья завезли мы обрадуем экзамен сейчас пройдем все сыры нарезали попробовали все зачет этот сыр как накинулись и короче сметелили потом с собой еще полтора килограмма забрали так мы смеемся сыр французский перед у нас идем с арахисом но с хорошей выдержкой тоже он с ароматом так вот это вот сыр качото нас помидорами тоже с выдержкой выдержанная такая корочка у нее уже толстая приличная по твердости он такой жесткий и уже по чуть-чуть с пивом без пива этого дела как говорится хозяйская идет вроде как бы это отчет она с травой здесь укропчик базилик майоран понемножку на любитель но я привез все но не совсем даже все но почти все чтобы просто попробовали мы обычно так и делаем то есть пробник всем закинули люди попробовали говорят так нам вот это вот это вот это и погнали потом через какое-то время приходит они меняют ассортимент говорят так это уже наелись сил нет а это классика жанра это адыгейский который ты жарила ну попробуешь у него вкус отличается то есть народ пробует говорит на фигасе какой кажется вкус адыгейского то есть он знакомый адыгейский но у него этот вкус молока нормального сразу конечно это чувствуется отличается но и по просьбе ивана это презентация сала марш и это вот вкус детства я просто всю жизнь ели вине не ели в магазинах по крайней мере в челябинске раньше продавали пустые полки лежал этот шпик венгерский вот красном перце и паприки я не знаю кто-то помнит это нет я что-то так про меня ностальгия взяла что только сало первое пошло я этот шпик рецепт нашел и сделал то есть он шикарное острое почему венгерский он называется вот надо магазин так назывался шпик по-венгерски про но и еще то цимус в чем что свинья из которой сделал этот шпик она называется венгерская мангалица то есть это вообще как вот классический венгерский получается продукт то есть вот это вот бекон из венгерской мангалица который можно там и пожарить и с теми с яйцом залить либо картошечку замотать него и запечь духовочки чтобы румяное в сале было вот это сало обычная соленая не толстая а это грудинка тоже на соленая в специях я вот люблю что прожилки были полосатые с мясом то есть соответственно и стараюсь делать ну есть каши просто но это все только с мангалица это только мангалица это венгерская салла слыша в чем отличие этого слова от любого другого сына вот в интернете начинаешь считать там идет такая фраза что очень ценится жир венгерской мангалица я думаю что за фигня на как он жир может жир свиной он и есть жир свиной чего куда его ценить дальше оказалось что у венгерской мангалицы нет в сале плохого холестерина есть только холестерин полезный который нужен организму который вдобавок еще и вредный вытаскивает за собой выводит поэтому в принципе как ни парадоксально сало венгерской мангалицы помин помогает избавиться от холестерина таблетка по сути вкусная поэтому мы честно говоря перешли полностью на эту венгерскую мангалицу и мясо и сало еще секрет в том что у нее в крови 50 процентов дикого дикой крови кабана и соответственно мощнейший иммунитет никаких заболеваний то есть мы ветеринары сейчас может накинуться но мы прививок не ставим и вообще никаких рождаются они зимой и летом на улице и полностью всю свою жизнь проводят не в душных стайках олег то выдохся а я чуть не захлебнулся слюной да и это венгерской мангалицы я я отведаю сальцо ребят не знаю в чем там эти холестерин и холестерин и не холестерин и но я после таких рассказов вегетарианцам точно не стану реально вкусно очень вкусно все остальное предстоит еще так попробовать кстати это что рикотта рикотта это мечта женщин мечтающих похудеть на питаться полноценно потому что это на сыр мягкий который варится после того как сварился любой твердый сыр поэтому в нем остается только остаточный белок достаточно легкий и жир равняется нулю жирность этого сыра 0 по консистенции похож на творог но нет никакой кислинки вкус кипяченого молока и с ним еще фокус фокус это вздоба это просто вот ну лечь и не встать то есть пирожки там булочки какие-то где вместо творога добавляется рикотта это я даже не могу оторваться не знаю как там у вас сегодня завтракают а я наливаю чаю сейчас будем гурманить будем пробовать одно другое третье кстати к тебе гостей засылать нет давай что-нибудь хотите координат единственный в россии единственная в россии деревня с названием глухой остров дорога проезжая круглый год мы круглый год 24 часа на месте если меня нет кто-то значит из семьи там полностью все выдаст обслужит чаем на пояс и так челябинская область южный урал близ города златоуста кусы ехать необходимо по им 5 потом сворачивать на кусу или ехать через златоуст на кусу и после горнолыжного центра по моему евразия есть поворот на глухой остров глухой остров кстати показывает и яндекс карты и показывают google карты так что найти не сложно но а если хотите найти в интернете то идите топайте по описанию в конце здесь под этим видео и обращайтесь за продуктами живыми настоящими продуктами коллегу скопкарева его семье до свидания скажи по машинами ручки я уж думал больше ничего интересного не случится они тут начали рассказывать историю возникновения голубой плесени новую сказку и так голубой сыр возник есть такая история не знаю там правда не правда но тем не менее она бытует эта история среди сыроделок и прочих людей интересующихся сыром то есть в альпах пастушок взял с собой на обед кусочек сыра и кусочек хлеба положил там в пещере под навесом каменным это в тенечек побежал пасти овец заигрался ушел на следующий день был дождь он не пришел и так несколько дней прошло и когда он следующий раз пришел пасти там через неделю или через две кусочек сыра покрылся плесенью голубой сыр был мягкий а вот но пастушок был настолько голоден что не утерпел и начал есть сыр с плесенью и оказалось что это не настолько плохо насколько хорошо и оттуда и растут ноги у сыров с голубой плесенью так что плесень на сыре это не есть как бы дефект это есть натуральный продукт который но на любителя сыр с грибами если нравится то есть плесенью пойдет любите ну-ка одни эмоции мозгу для сейчас я буду пробовать в общем давайте я скажу вам очень коротко олегу нужны люди которые будут ему помогать в его на его хозяйстве он зовет всех номер телефона внизу в описании ссылочка на его контакты в интернете тоже внизу в описании пишите звоните договаривайтесь приезжать к нему отдыхать работать наслаждаться вкусной едой и так далее у нас тоже волонтеры бывают но у нас с этим как бы немножко полегче потому что заявок намного больше чем мы можем себе позволить так что ребят давайте друг другу помогать и приятного всем аппетита